Верхотурье – один из старейших городов Урала, географическая точка притяжения православных всей страны. Его еще называют Уральским Иерусалимом. Такой плотности церквей и монастырей в Свердловской области больше нет, да и в нашем регионе тоже. В Верхотурье находится более 60 памятников культурного наследия, датированных XVIII и XIX веками. Проживает здесь всего около 8 тысяч человек. Удивительная тишина окутывает скромный городок и нарушается лишь время от времени колокольным звоном. Центральной достопримечательностью Верхотурья является Кремль. Это самый маленький Кремль России и единственный на Урале. Здесь расположен Свято-Троицкий собор, построенный в начале XVIII века. Этот собор – единственный объект Свердловской области, включенный ЮНЕСКО, в список наиболее выдающихся архитектурных памятников мира. Иногда экскурсоводы встречают гостей в исторических костюмах и рассказывают легенды о тайных подземных ходах, идущих от собора к другим зданиям Кремля. С колокольни храма открываются необыкновенные виды на город. Туристов Верхотурья бывает немного, зато приезжают паломники со всей страны. На территории городка находится крупнейший на Среднем Урале Свято-Николаевский мужской монастырь. Он основан в начале XVII века, но известен стал спустя сто лет, после переноса сюда мальчей святого Симеона. Среди паломников даже был Григорий Распутин. С приходом к власти коммунистов монастырь закрыли. В русско-православной церкви он был возвращен в 1990 году. Сейчас здесь находится гимназия, а в общежитии монастыря живут паломники. Женщинам сюда вход запрещен, зайти можно только внутрь ограды. Недалеко от мужского монастыря расположен Покровский женский монастырь. Здесь отбывала ссылку царская невеста Мария Хлопова, а позже пребывала в заточении княжна Анна Долгорукая. Особо почитаема в монастыре икона Богоматери Уиления, написанная в начале XX века. Православные говорят, что она помогает бездетным парам. Отправляясь в Верхотурья, нужно обязательно подняться на колокольню, чтобы полюбоваться шикарными видами окрестных пейзажей. И, конечно же, пройтись по пешеходному мосту через реку Тура.